Сегодня у нас на семинаре расскажет Мария Икерсон из АТХ Цюрих. И она расскажет про универсальность термитовой категории. Спасибо большое за предложение. Очень приятно быть дома, хотя бы виртуально. Мой доклад будет продолжением того, что я рассказывала в прошлый раз на этом семинаре год назад. Но я напомню, что я рассказывала. Тогда я говорила про аналогичные результаты для алгебраической категории. И сегодня я попытаюсь рассказать, в чем разница, что работает, что не работает для эрмитовой категории. Мне повезло, что Денис уже рассказывал, что такое эрмитовая категория. Но я тоже напомню. Это совместный проект с Марком Хуэва, Юахимом, который тут, Лисеевым, и Денисом Нартином, который рассказывал про эрмитовую категорию. В прошлый раз... В общем, я начну с того, что я напомню, что мы сделали или что верно для алгебраической категории. А, можно я буду писать по-английски? Да, конечно, я буду писать по-английски. Хорошо. Так. В прошлый раз мы обсуждали случаи алгебрической категории. Вот. И тогда с нами еще работал Берт Татаро. Собственно, может, он в этот раз к нам присоединиться не будет. Просто мы чего-то сделали до того, как он привился. Вот. Так. Значит, чего хочется? Сначала хочется какие-то вспомнить обозначения. В общем, поиска обозначает базовое поле, над которым мы работаем. Вот. И когда я говорю категории, я имею в виду пространство категории, как его, в общем, пространство Томаса на тропах, как пучок на гладких схемах, пучок пространств, спейсов. Вот. В общем, там есть труба, который можно определять самым быстрым способом, как... Следующим образом мы берем стэк векторных пространств, то есть предпучок группоидов. Сейчас. Тут я еще допишу. Но пока что вект... Это что-то из схем в поида, которые отправляют схему в векторное расслоение над ней. Вот. Это пространство векторных расслоений, имея структуру коммутативного моноида, счет прямой суммы, поэтому эти вещи можно взять в групповое пополнение, сделать ее группой. И на афинных схемах это уже то, что хочется. В общем случае можно взять пучкование по Зарийскому. Вот. И получить определение категории, которая работает. Вот. Хорошо. И... Окей, какие свойства категории... О, ладно, у категории миллион свойств. Ну, какие свойства мы постоянно используем в мотивном мире. То, что это пучок не семеча. И то, что категория один гометопические варианты на гладких схемах. Вот. Ну, этого маловато, для моего счастья. Потому что мне еще важно, что у категории есть трансферы, а именно... Если... Ну, то есть в принципе это пучок, то есть она контравариантна. Но если у нас есть конечный плоский морфизм схем, то у нас есть пушфорвард вдоль него, потому что векторное слоение можно пушфорвардить вдоль таких морфизмов. Вот. Ну, и в частности, раз есть конечный плоский морфизм эдфилт-трансферы, то есть и оснащенные трансферы. Вот. Поэтому это пространство на самом деле является связным спектром. То есть можно взять его, делупинг, как сказать, распетливым. Вот. Вот хочется взять его, спектр его распетливания, который будет, ну, соответственно, very effective, но мне кажется терминология very effective. Я про них думаю, как про П1, связанный с спектром. Да. В общем, распетливается в эффективный спектр кожей, где, в общем, маленький кожей, маленькими буквами. Вот. Но, наверное, в природе чаще встречается его старший брат, а именно, в общем, кожель. Это эффективное накрытие спектра... Сейчас. Спектра, в общем, старшего брата, большого кожей, где большой кожей можно написать как поеденный спектр, просто как спектр, состоящий из пространства категории, и, ну, это является спектром за счет того, что у нас есть периодичность бота. То есть, таким образом, большой брат, это можно его воспринимать как периодизацию самого маленького брата, где элемент бота живет в соответствующей гемотерапической группе P2.1. Вот. И это... Он задается конкретно. Как, в общем, как разность реального расстояния на P1 и тавтологическому. Ну, хорошо. Я понимаю, что, возможно, это не самый стандартный способ про это думать. Обычно люди сначала думают про большого брата, потому что он, понятно, как устроен, как спектр, а потом у него берут эффективное накрытие. Но сегодня мне важнее будет маленький кожель, поэтому я пытаюсь рассказать, как думать про него, как про естественный эффект цельной скотерии. И таким образом, если... В общем, мы любим думать в категории SH Frame, где живут теории мотивной теории коммологии, где уже у них... Короче, где они рассматриваются вместе с их фрейм-трансферами, с оснащенными трансферами. И если думать про левую часть, а не про правую часть, то там можно написать оба эти... Ну, ладно. Маленький кожель можно написать как надстроечный спектр, что приятно. То есть там... Сейчас я напишу. Там про маленький кожель можно думать как про надстроечный спектр. И когда я пишу надстроечный, я всегда имею в виду надстройку относительно P1. И вот. Там это будет просто надстроечный спектр пространства векторных расслоений вместе с их трансферами, про которые я упомянула. А, соответственно, его большой брат будет периодизация этой вещи. Вот. Это все, что... Все, что я хотела напомнить про Катерри. Есть пока в смысле про обозначение и мир, где мы живем. Есть какие-нибудь вопросы пока? Ну, хорошо. Тогда я напомню результаты, про которые я частично рассказывала в прошлый раз. В общем, что мы сделали в прошлый раз для Катерри. Вот. Чтобы их сформулировать, мне нужно рассмотреть помимо стека векторных расслоений другой стек, у которого есть забывающее отображение в векторном расслоении, а именно стек конечных плоских схем. То есть это опять пучок. Почему это не посмотрела гладкие? Не знаю, зачем гладкие. Не нужно гладкие тут. Простите меня, друзья. Вот. Лучше так будет. Где-то убрала гладкие. Когда я говорю про проектное расслоение, я хочу их брать на негладких схемах тоже. почему один а. Да, в общем, стек конечных плоских схем это просто опять то, что ой, то, что сопоставляет схемы, группует конечных плоских схем над ней. то есть конечные плоские схемы над ней и их изоморфизма как слоения и изоморфизма между ними. И он как он обладает теми же свойствами, что и с тех эффектом их расстояния. Собственно, там есть забывающий функтор, который просто берет конечную плоскую алгебру и забывает структуру алгебры. То есть бывает умножение. забывающее отображение сохраняет все операции. В частности, если мы посмотрим на конечные плоские схемы как мануэд относительно зинкного объединения, то оно будет хорошо дружить с прямой суммой векторных расстояниях. В общем, это единственный новый герой, который нам нужен для того, чтобы сформулировать основные результаты, которые мы умеем доказывать для Катюрии. Я сейчас что-то напишу про эти стеки, но нужно помнить, что при чем тут Катюрия, и что мы думаем про Катюрию, хотя бы локально, как про групповое выполнение стеков векторных расстояния. Да? Хорошо. Вот. И чего мы доказали раньше? то, то, что во-первых, то, что между этими стеками, помимо забывающего отображения, есть намного более сильная связь и достаточно неожиданная. А именно что если мы посмотрим на я забыла сказать, что они оба раскладываются как дизюнкное объединение по степеням, то есть как векторное расстояние можно разложить на векторное расстояние ранга dd, так и конечные плоские морфизмы тоже можно посмотреть на них как объединение с такой, где мы фиксируем степень морфизма. Если мы теперь посмотрим на векторное расстояние ранга d-1, то где d-1, чтобы это имел смысл, то у нас есть отображение из векторных расстояния в алгебре, которое в народе называется square zero extension. Как это сказать? Это отображение, которое берет векторное расстояние и отправляет его то есть наверное проще думать про финный случай. У нас есть модуль, мы хотим получить алгебру, но мы просто берем если это алгебра r, мы просто берем r и добавляем этот модуль и там берем нулевое умножение. Потому что что еще делается? У нас нет никакого другого умножения на модуль. Ну хорошо, у нас есть отображение, которое постоянно используется в теории деформации и вообще важное. И оказывается, в чем утверждение, что оно является одинэквивалентностью как минимум на финных схем. То есть в общем случае это мотивная эквивалентность, потому что она, но я хочу сказать, что это более сильное, что если смотреть только на финные схемы, то это будет одинэк методическая эквивалентность. В смысле, что просто если применить функтор как это сказать, синг, назывался, я помню, то они оказываются эквивалентностью. Более того, можно сказать, что делает обратное отображение. Точность сюда одинэк гомотопия. Вот. А оно понятно, что делает. Собственно, у него не такой большой выбор, что ему делать. Оно берет алгебру и убивает в ней идеал прожженной пенечки. Просто подпространство не идеал. Да-да-да. Подпространство прожженной пенечки. Вот. Вот. Это довольно неожиданно. Правда, это очень простое доказательство, но сам факт, мне кажется, достаточно неожиданный. то есть это значит, ну, или или короче, что с точностью дайвингом отопии не видны. Вот. Мы поговорим про доказательство попозже, а пока что я хотела бы сформулировать второе утверждение, которое больше, более напрямую связано с этой теорией, потому что это отображение Square Zero Extension, оно как раз не сохраняет структуру коммутативных мануэдов, поэтому пока что мы не можем сделать никакие выводы про групповые выполнения, но через минуту я вам скажу, какие выводы можно сделать. Мы говорили, что забывающее отображение Оно сохраняет структуру коммутативных мануэдов, то есть оно индуцирует отображение на групповых пополнениях, и второе утверждение в том, что оно как раз само по себе не является один эквивалентностью, но оно становится один гомотопической эквивалентностью после того, как мы применяем групповое пополнение, то есть точность до группового пополнения. И давайте я скажу все-таки, поскольку разные люди разные вещи называют один эквивалентностью, что в принципе я имею в виду, что что там что окей. Нет, извините, пожалуйста. мы построим честную один гомотопию, поэтому это что-то совсем простое, а не наивно один гомотопически эквивалентно, то есть мы предъявим обратное отображение, и мы покажем, как композицию продеформировать в отождественное отображение прямо над прямой, прямо самым честным наивным способом. окей, но пока мы туда не пришли, я хочу показать, что как связаны эти два отверждения, я вам продемонстрирую нечестное доказательство, то есть на самом деле там похитрее, примерно, чтобы было понятно, о чем речь, как имея первое утверждение, попытаться вывести второе. А именно, ну хорошо, вот у нас есть групповые пополнения, вообще-то это что-то довольно абстрактное, но к счастью, в точности до 1-гомотопии это что-то очень конкретное, а именно всем известно, наверное, кто занимается мотивной наукой, что групповое пополнение векторных расслоений в точности до 1-гомотопии на финных схемах это Z-RAS телескоп на векторных расслоениях, где окей, под телескопом я имею в виду кое-предел ой-ой, ничего не помещается, в общем, кое-предел добавления тривиального расслоения к векторным расслоениям, вот, и к счастью, для нас тот же самый трюк работает для конечных плоских алгебр, то есть групповое пополнение тоже оказывается Z-RAS телескопом, вот, это очень удачно, потому что таким образом, чтобы нам что-то понять про сравнение групповых пополнений с точностью до 1-гомотопии, можно смотреть на эти два телескопа, которые, окей, это что-то более конкретное, вот, то есть проблема сводится к вот этому забывающему отображению на телескопах, вот, дальше можно сказать, что у нас есть Z-RAS extension, Z-RAS телескопа, это потому, что ты можешь всегда что-то добавить и получить тривиальное, да? Да, да, то есть это будет измаршизм на гомологиях и у нас H-space. 1-гомотопии рулить, вот. В Амитве и Качёре не совсем тогда будет. Там будет примерно так. Там будет тоже, там, ну, телескоп будет добавление гиперболической формы вместо с все над полем, поэтому все хорошо. Я помню, что Денис говорил, что там бывают сложности. Да, пока что Денис и его команда не доделали работу про мотивный спектр к теории в характеристике 2, поэтому мы пока что работаем над полем характеристике 2 и там все просто. Но Денис обещал, что если они делают то, что хотят, то будет легко обобщаться. Посмотрим. Смени, пожалуйста, а как нужно думать про то, что тебе не влезает никакая плюс конструкция для F-flat? Как про то, что... Какие гомологии нужно думать? Про гомологии есть критерий про плюс конструкцию... Катерри Робала? Да, про то, что это перестановка трех гомотропов и можно ее честно написать. Понятно. Спасибо. Вот. Я хотела рассказать, как бы нам сравнить телескопы, имея перед собой теорема 1 и жульничая. Можно сказать, что у нас есть одинокварянность по теореме 1 и у нас есть забывающее отображение и у нас есть отображение и композиция это просто добавление тривиального расслоения. И можно сказать, что добавление тривиального расслоения это одинокварянность на телескопе векторных расслоений, так что мы вроде как победили. На самом деле это так прямо не работает, потому что не все хорошо коммутируется с добавлением в единички, но примерная идея такая. вот. Окей. Хорошо. И что я вам не зря про спектры рассказывала, почему мы радовались этим сравнениям, потому что теперь имея в запасе сравнение крупных пополнений, мы можем сказать, что можем сказать? Можем сказать, что вот помните, я говорила, что если смотреть на в мире фреймов KGL это просто настроечный спектр на стыке векторных расслоений, но если в принципе сюда это так, потому что происходит как распятивание группового пополнения векторных расстояний, но теперь мы можем сказать ага, ага, мы можем заменить теперь вектор расстояния на стык конечных плоских алгебр, но это прямо следует за счет в смысле из теории м1 прямо следует за счет recognition principle. Вот, а чем это хорошо? Тем, что стыки конечных плоских алгебр больше структуры и стыки конечных плоских схем, вот, и с помощью этого можно сказать, что морально это можно воспринимать как то, что Ка-теория универсальна как мотивная теория гомологии с конечными плоскими трансферами, и сначала мы могли это сказать только морально, как бы глядя на эту эквивалентность, но, к счастью, да, у нас не получалось, нет, у нас получалось, но потом в целом нашел ошибку в том, что у нас получалось, и у нас не получалось доказать более строго утверждения, на эту тему, но, к счастью, Том сам нашел ошибку и сам придумал, как ее обойти, вот, так что это теорема про универсальность Тома, вот, а именно он придумал, как, используя это следствие, доказать, что сейчас, что кожель универсален, как теория когмологии с конечными двадцатиками трансферами в более строгом смысле, сейчас я сформулирую ком, а именно, окей, бла-бла-бла, что есть эквивалентность категории между модулями над кожей, и сейчас я напишу обозначение, но я потом скажу, что это такое, и мотивными теориями, обобщенными теориями когмологии с конечными плоскими трансферами, причем у обеих категории есть забывающие функции в SH, один забывает про структуру модуля над кожей, другой забывает про трансферы, и это что-то коммутирует, вот, сейчас я через секунду скажу строго, что я имею в виду под правой частью, но морально это нужно воспринимать, морально, потому что я уже сказала, напишу. Характеристику здесь надо обращать? Да, 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 спасибо, я забыла, я забыла, да, да, в общем, если у нас поле экспоненциальной характеристики Е, то есть, если поле характеристики 0, то это работает как написано, если поле положительной характеристики, то ее нужно обратить, чтобы это работало, спасибо большое, вот, это, по-моему, очень приятно, и когда я говорю про универсальность категории, я имею в виду это свойство, вот, давайте я все-таки скажу, что такое это правая категория, а именно я думаю про SH, про стабильно-мотивную категорию, как про P1-спектры, взятые, взятые в пучках пространств, которые, в общем, пучках Ясневича, которые один гомотопически инвариантны, вот, окей, я надеюсь, что это стандартное определение, но тут важно, что это мы делаем на категории гладких схем, таким образом, априори у нас только структура предпучков, от которых мы требуем какие-то свойства и потом стабилизируем, вот, если я тут сверху пишу еще какие-то буковки, я хочу закодировать конструкцию трансфера, и чтобы это сделать, я делаю ту же самую вещь, но не на категории схем, а на категории соответствий, как для мотива Воеводского, мы берем соответствие Воеводского, чтобы закодировать там те пошвоводы, вот, а тут мы берем категорию соответствий, где объекты, в общем, это категория, где объекты это просто гладкие схемы, как обычно, вот, но идея в том, что морфизмы, у меня бы это лучше назвать морфизмом это группоид таких соответствий из х в у, где левая нога это конечный плоский морфизм. То есть, идея в том, что если рассматривать предпучки на такой категории, то, что ты предпучок, это значит, что ты здесь отображение, ну, соответствие из х в у, должен на значениях уметь отправляться из у в x. То есть, ты умеешь обычный пулбэк в z, а дальше у тебя получается пуш-форвард в x. И вот этот пуш-форвард относительно конечного плоского морфизма таким образом закодирован. Но это просто формальный способ, как формализовать идею того, что мы берем только тут в s.h. файни-флэд живут теории когмологии с конечным плоским морфизмом. Эта штука тоже надо говорить как про два категории. Да. Окей. Это два категории. Вот. Это все, что я хотела сказать про категорию. И если у вас есть какие-нибудь вопросы, буду рада ответить. А если нет, то расскажу, что же мы сделали, что работает, что не работает для эрмитовой версии. Давайте я напомню, что мы умеем делать для категории. Мы умеем говорить, что square zero extension это у меня голубь пытается проникнуть в квартиру. Надеюсь, что у него удастся. Вот. square zero extension индуцирует аддингов, девички, клятность, что забывающее отображение, забывание алгебры это одинаково стоящие на групповых пополнениях. Что отсюда следует, что square zero это настроечный спектр на стойке конечных плоских алгебр. И используя это и еще используя то, что сделал том, а именно теорему cancellation, теорему сокращения для конечных плоских атмосферов, получается, что кожель универсальна в этом строгом смысле. Окей? Есть вопросы? Нет вопросов? Окей. Тогда перейдем к Эрмитовой истории. Вот, там будет не все то же самое, не волнуйтесь. В смысле, я надеюсь, что вы не заскучаете. Я постараюсь. Мы предполагаем, что характеристика не два, потому что пока что нет достаточно, мы ждем, пока появится работа work in progress. Баптиста, Калме, Йонатана Фарпаза и Дениса Нордина. Они работают над тем, чтобы построить мотивный спектр металлургической теории, которая работает также в Хиллоктистик 2 и обладает всеми свойствами, которые хочется. Если они это делают, то наша штука тоже должна там работать. Ну, Но пока что сегодня характеристика не два, что сильно достаточно упрощает. Кто будет наши герои? Пока что главная тема изучения наверное были векторные расслоения, а в Эрмитовом случае, как Денис рассказывал, мы смотрим на векторные расслоения с заданными формами на них на них, а именно стэк векторных расслоений, где к каждому прикреплена невыразенная симметрическая билинейная форма. Вот. И там тоже есть понятно, это тоже коммутативный маноид, и более того, как и раньше, вещи можно не только складывать, но и умножать, так что по концу относительно понятно, можно брать прямую сумму форм, и можно их перемножать тандерном. И Эрмитова Ка-Теория про то, чтобы про то, чтобы делать аналогичную конструкцию, аналогичную Ка-Теорию, а именно я обозначаю Ка-О, потому что мне понадобятся группы GW для других целей, но вообще я не верю, что это хорошее обозначение, а именно мы берем опять этот стек векторных пространств билинии на форму над ним, берем групповое пополнение и пучкуем по-зарийскому, получаем пространство ремитова Ка-Теория, и вот так вроде построил Макс Коруби, но то, что я дальше скажу через минуту про спектры, это скорее к Шлихтингу и Харнбосту. Вот. Ну, хорошо, значит, у нас есть это пространство аналогичной Ка-Теории, и понятно, что есть забывающее отображение, которое просто забывает про глиниенную форму. Ну, хорошо, а что, как у нас тут со свойствами, которых мы хотим? Действительно, это тоже будет пучок Нехневича, и тоже оно один вариант на гладких схемах. Но в Ормитове Ка-Теории нету конечных плоских трансферов. Ну, в смысле, нет, реально. Конечно, можно все в ноль отправить, но это не то, чего хочется. но зато есть трансферы чуть послабее, то есть эти самые Ка-Теория это ориентированная теория, а Ормитовая Ка-Теория цель-ориентированная в том смысле, что ей нужно больше помощи. Если ей дать подсказку, то она справится и конкретно у нее есть трансферы относительно конечных плоских морфизмов, у которых задана тривилизация дуализирующих да правда так говорят дуализирующие ну вроде да я тебе поверю точно не двойственный не двойственный был бы дуал да ладно дуализирующий хорошо вот я через секунду объясню как это работает собственно работает просто но пока что хочу сделать вывод что раз у нее есть такие трансферы то в частности у нее есть оснащенные трансферы ну в нашем смысле мы любим думать про оснащенные трансферы как про те о которых есть которые умеют делать push forward если ты им дашь тривилизацию кокосательного комплекса а тут если мы в такой ситуации то этот паренек дуализирующий пучок будет определителем кокосательного комплекса поэтому если бы нам дали когда мы говорим про оснащенные трансферы то нам дают реализацию кокосательного комплекса в частности его определителя поэтому в частности у эрмитвикатюре есть оснащенные трансферы нам это понадобится я хотела объяснить как они работают более конкретно давайте на примере афинных схем потому что потому что так проще не вот пусть у нас есть кольцевой гоморфизм конечный плоский тогда этот самый дуализирующий пучок это просто холмы из а как а модули вот и что такое его тривилизация это это будет окей она будет задана каким-то отображением гоморфизмом из бфа вот и теперь если у нас есть данные этой тривилизации то трансфер трансферы это будет окей отображение из армитовика теории б армитовика теория а потому что я убрала спектры так что теперь сейчас стала в другую сторону вот и что мы будем делать если у нас есть векционное пространство на б и билинерная форма то мы просто его отправляем как в то же самое векционное пространство и мы композициируем эту билинерную форму с нашей тривилизацией короче самое простое самое наивное что можно сделать это оно и происходит вот ну а если нет тривилизации то как бы непонятно и не работает да непонятно как сделать отображение вот окей значит это эрмитова котёра и вот у нее такие более хитрые атмосферы то есть такие же но нам нужны данные тривилиз но как я сказала ой простите как я сказала что у нас в частности есть оснащенные трансферы и поэтому мы опять можем распетлить в спектр с помощью петель мы можем распетлить в опять очень эффективно очень эффективно преследов преследов в общем преследованный спектр эрмитовика теории и опять аналогично у нас есть для эрмитовика теории аналог периодичности бота поэтому 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 это самое эрмитово в общем этот спектр это эффективное накрытие его большого брата где его большой брат опять является периодизацией относительно аналога элемента бота который живет на этот раз в 4 в общем комитопедической группы в два раза больше только неэффективно а очень эффективно накрыть да ты прав извини это хорошо я просто забыла вот и опять сейчас это конец вводной части про эрмитовика теории опять мы можем переписать их если мы посмотрим фреймы то они являются надстроечным спектром относительно этих стеков сейчас надстроечным спектром и его периодизацией нам про это удобно думать так вот это вводная часть про эрмитовика теория есть по ней вопросы можно я задам парочку тупых вопросов давай а вот ты говоришь что дуализирующий пучок это хомес бва а я привык к другому определению типа к старшей внешней степени касательно касательного пространства или касательного комплекса как увидеть что это одно и то же действительно хотя это используя то что у нас конечный плоский морфизм вот про это объясняется у нас так exchange там какое-то доказательство не совсем это не совсем очевидно прошу прощения а я правильно понял вполне возможно неправильно то есть что если у нас есть плоский морфизм у нас есть бот периодичность или как-то это по-другому все работает нет это повезло этой самой это все-таки свойства катерии и эрмитовой катерии нетривельной опять же это да а если катерия сейчас катерия она была универсальна среди кого среди ребят у которых есть конечные плоские морфизмы ну так получается что если у нее есть бот периодичность она универсальна среди тех у кого они есть значит у тех у всех кого они есть бот периодичность нет она не она универсальна универсальна которая эффективное накрытие у нее эффективное накрытие нету бот периодичности а эффективное накрытие извините да да я плохо посеркнула да как раз эффективное спасибо Вова слушай я не помню прости пожалуйста я могу посмотреть или прислать отсылку когда оказывается эта штука про в общем как да не нормально спасибо я посмотрю еще нет да да я еще другой вопрос хочу задать а вот есть линейные формы есть там квадратичные формы есть всякая фигня которые там которые Денису и другие 8 авторов его фигня актуальна когда характеристика 2 она вылезает только если характеристика 2 ты имеешь ввиду потому что линейные квадратичные это одно и то же когда характеристика не 2 да но там же есть еще другие всякие функторы там же есть всякая L-теория и прочее L-теория это не одно и то же наверное не не одно и то же только мы про нее не умеем ну понятно то есть вы не обобщаете по крайней мере характеристики не 2 вы не обобщаете на всякие другие функторы да может нужно подумать спасибо надо это записать я тебе сказала что-то там про стеклэкченж я всегда называю стеклэкс-проект стеклэкченж это очень неудобно извините я их всегда путаю да стеклэкс-проект окей хорошо в общем раз мы разобрались с определением армитвыка теории то есть в общем все примерно как для ка-тери только мы навесили патриотичные формы и смотрим что происходит вот первый естественный вопрос это окей что же будет аналогом стеклэкченжных плоских схем на полежащем микроэкс-проект но это не очень интересно точнее это не будет работать если мы хотим что-то аналогичное сказать вот поэтому вопрос окей что взять чтобы аналогичные результаты работали конкретнее какие трансферы относительно каких трансферов армитвыка теория будет универсальной и наш ответ я немножко скажу про слово наш в этом случае вообще-то ответ вопрос может быть разные ответы потому что допустим когда рассказать историю про к теорию обычно люди спрашивают они говорят но вообще вы хотели больше трансферов чем просто конечные плоские да потому что есть трансферы относительно конечных тор independent отображений и почему мы их не берем рассмотрение и будет ли она универсальна относительно их мы говорим что окей мы не знаем то есть возможность как о теории так и тут возможно есть еще какой-то другой ответ относительно которого тоже все работает но мы не знаем поэтому вот ответ который мы предлагаем это окей это конечные плоские морфитма с дополнительным условием и дополнительными данными дополнительные условия это то что они в общем это семейство гринштейна я скажу что это такое через минуту вот а дополнительные данные это то что они ориентированы и в том что я буду рассказать ниже и обычно буду смотреть на финный контекст но все это можно делать в семействах просто проще говорить про финные схемы и и и и и и и и и Окей, теперь давайте я скажу или напомню определение. Значит, если у нас есть кольцо, то и конечная плоская алгебра на дне. Она называется алгеброй Гринштейна. Если ее дуализирующий модуль, который мы уже видели, то есть эти самые хоммы, является обратимым. И ориентацией, таким образом, является тривилизация этого предмета. Я немножко запуталась, точнее, немножко перестала понимать. Так, мне нужна помощь аудитории. Если бы это был пучок, я бы говорила, что мы его тривилизуем. А так это какой-то просто модуль, чего его тривилизовать? Это просто выбор ненулевого элемента, да? Модель. Ну, выбор. Байдис, так сказать. Да. Окей. Ну, в смысле, эта штука абстрактная. Поскольку ты говоришь, что она обратимая, она проективный модуль ранга 1, ну, ты выбираешь байдис, так сказать. Да. Глобальный. Да. Хорошо. Вот. Окей. Это можно переформулировать, а именно то, что этот самый элементик фи задает тривилизацию, можно переформулировать как то, что у нас есть гомоморфизм, который линейный относительно R, и билинейная форма, которая им задана, а именно мы берем произведение, пара элементов и применяем к ним фи, и вот это условие про то, что фи задает тривилизацию, это то же самое, что попросить, чтобы эта билинейная форма была невырожденной. Ну, понятно, что она симметрическая, билинейная, а это условие про невырожденность. Таким образом, есть забывающее изображение. Из стека этих самых алгебр Горенштейна они будут поправить неоконечные плоски ориентированных. Я хочу на всякий случай уточнить, пока ты не сказал слово Горенштейнова, у тебя в принципе не может быть ориентации, да? Да, потому что это вообще-то комплект. Это более-менее определение, что Горенштейнова, это когда эта штука тривиальная. Да, да. Линейная. Вот, и теперь мы можем... А сейчас это не обязательно тривиальная. Нет, не обязательно тривиальная, да? Вообще она, если она Горенштейнова, то эта штука просто в проективную моду ранга 1. А ты еще вдобавок проще, что она тривиальная. И ты выбираешь, ты выбираешь. Вот, ровно этот вопрос меня беспокоил 3 минуты назад. Да, да, это точно. Угу, спасибо. Что? Тогда, что? Она тривиальная, да? Ну, вообще нет. Потому что это тоже дополнительное слово. Вот, это меня мучает. Короче, она не обязательно тривиальная, вообще-то. Или да. Йохим, что ты говоришь? Sorry, sorry for in English, not Russian. It's invertible, but it's not necessarily trivial. It's trivial only if R is, say, algebraically closed field or things like that. R can be arbitrary. Все, спасибо. Вот про это меня и заклинило. Отлично. Ура. Да, короче, это... Хорошо, спасибо. Проективный модуль ранга 1, который вообще-то не обязательно тривиальный, но в этом случае мы говорим, что мы берем те, которые заданы тривиальные. Ура. Вот. Таким образом, у нас есть забывающее отображение из стека этих ориентированных алгебр Кринштейна в векторное пространство с билинерными формами, которое отображает алгебру и тривиализацию в подлежащий модуль и билинерную форму, заданную вот таким вот образом. И в этом смысле это забывающее отображение, это аналог забывающее отображение, которое из конечных пласких алгебр отправлялось в проективный модуль. И пример, главный пример, да, извините, что-то пока было мало примеров, но хорошо. В общем, основная, пожалуй, самая полезная для нас алгебра — это двойственные числа. Как это называется? Как это называется? Вот. И… Дуальные. 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 Двойные. Двойные. Come on! Хорошо. Вот. И тривилизация, которая делает СЕ. В общем, учитывая только коэффициент ppx. Вот. И… Понятное определение? Ну, я надеюсь, вам оно лучше понятно, чем мне. Слушайте, я всегда функцию. Хорошо. Вот. Теперь… Окей. Значит, мы обсудили, что является для нас аналогом стыка конечных плоских алгебр. Вот эти ребятки с дополнительным условием и дополнительной данной тривилизацией. Вот. Сейчас, пожалуйста, а если я выбираю другую тривилизацию, то как влияет? Беление иную форму. На что влияет? На беление иную форму. Мне кажется, это получается другую форму. Совсем другую или это просто какая-то… Думаю, что совсем другая. Совсем другая. Это просто… Но, это просто… … … … … Я не знаю, что это оказывается, что я отобрал. Я думаю, что это может быть самым, в зависимости от формы. Но я думаю, что это только для локалов. А apart from that, это изменится широкий. Да, мне кажется, что этот холм, все-таки они не на скалер отличаются уже. Мы же договорились, обсудили. Да, совсем не на скалер. Хорошо, хороший вопрос, спасибо. В общем, используя этот пример, мы теперь можем поговорить о том… Мы определили, что такое аналог забывающего отображения. Но в предыдущей истории про катера нам еще было важно, что у нас была Square-Zero extension. Вот. И, окей, можно также спросить, есть ли у нас аналог… Этого самого Square-Zero extension? Вот. И действительно, можно его построить. А именно это будет… Окей. Разница будет в том, что у нас будет увеличиваться rank на 2. Вот. И мы хотим добавлять… Если у нас есть директорное пространство с белинейной формой, то мы хотим как раз-таки добавлять эти самые дуальные, по мнению Вовы, числа. Они двойные. Двойные. Спасибо. Двойные лучше. Вот. И я сейчас скажу, как выглядит ориентация. Пока что хочу сказать, что я каждый раз, когда вижу эту формулу, задаю Денису вопрос, почему мы не можем… Как объяснить, что мы не можем просто добавить копию r? Почему нам обязательно нужны двойные числа? Но, видимо, мораль в том, что это самая алгебра Гринштейна в каком-то смысле self-dual. И если мы добавим r, то у нас ничего не получится. Вот. Но, может быть, Йохи умеет это лучше объяснить. Это изотропик, который будет появляться. Р не изотропик. Мы увидим. Посмотрим. В общем, хорошо. Ориентация задается… Окей, мы ее задаем таким образом. Если у нас, значит, есть вектор в этом пространстве, то мы просто берем… А, да. Ну, в смысле, мне кажется, действительно мораль может быть в том, что если ты добавляешь просто r, то это действительно ты добавляешь просто… А не изотропную… В смысле, ты добавляешь просто единичку, такую квадратичную форму, грубо говоря. Ну, а вот в том, что я в самом начале там спрашивал, там где-то говорила, что телескоп просто Z-крыс чего-то. Ага. Для белинейных форм аналогичное утверждение – это что-то от любой белинейной формы можно что-то прибавить и получить гиперболическую. Да, 1-1, 1-1 и так далее. Поэтому стабилизировать надо относительно какого-то такого отображения, которое прибавляет 1-1. Да, да, да. Нет, этот момент я понимаю, но… Может, поэтому здесь нельзя? Тебе же нужна какая-то такая… Может, что-то связано со стабилизацией, наверное? Ну, да. Но нет, у меня вопрос проще. Мне кажется, что идея в том, что просто нет отображения из этих самых белинейных формов конечной алгебры Гринштейна, которые добавляют r. Типа, что сумма… Ну, да, есть, но мы не обманываем. А, но есть! А Денис меня обманывает каждый раз! А-а-а! Ура, Саша! В смысле, можно построить, конечно, алгебры Гринштейна с стерилизацией из этих данных? Да? Да, точно, но это не изотропик, и мы хотим изотропик. Но мы не говорили о изотропике. Мне намного больше нравится этот петель. Спасибо большое! Ура! Я вам не сказала вначале, что это work in progress, так что я имею право задавать вопросы, я считаю. Ну, хорошо. Вот. Окей, я хотела сказать, как мы определяем умножение на этой штуке. А именно, окей, квадрат х – 0, и мы хотим, что важно, что произведение векторов устроено таким образом, что это… Оно задается бы линейной формой и отправляется в х с таким коэффициентом. Вот. А умножение на х равно 0. Вот. Это задает умножение. И с помощью данных эта реализация делает эту вещь конечная алгебра Гринштейна. Короче, это задает честное отображение стеков. Вот. И естественный вопрос. Естественный. Я даже его желтенький увидели, он такой естественный. Вот. Будет ли это отображение один эквивалентностью, как оно было в случае Катюри? В общем, если бы все работало точно так же, то оно бы было один эквивалентностью на афинных. Вот. Но на самом деле это не так. Вот. И вообще ответ нет в общем случае. Потому что… Ну, то есть причина в том, что у любой алгебры можно найти канонический… Сейчас. Подождите. В общем, помните, у нас там обратное отображение было, убивало под простанство, прожденное единичкой. Идея в том, что в любой алгебре есть каноническая копия под простанство, прожденное единичкой. Но… Сейчас. Но это неправда, что… Не у любой… Ты самый… А у Брагенштейна можно найти копию двойных чисел внутри. Это неправда. Угу. 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 И которую мы бы хотели как это убить, чтобы дать обратное предложение. но это кажется просто а я хочу объяснить более более строго если мы возьмем поле вещественных чисел то там мы можем строго симулировать почему ответ будет отрицательной потому что мы можем что мы можем мы можем посмотреть на класс линейной формы в группе витта просто посмотреть на забывающее отображение в предпучок группы вот и чем хороши то что поскольку я вам предложила взять пример вещественных чисел это все потому что у вещественных чисел простая группа это просто целое число с помощью сигнатора как по-русски что я хочу сказать я хочу сказать что если мы посмотрим на забывающее отображение из конечных алгебра киринштейна степени d то в эту самую группу витта то то у нас мы в частности можем получить форму сигнатуры d например если мы возьмем алгебру вещественных чисел и самую тривилизацию самую простую просто сумму этих самых ребят сумму координат то есть матрица за но с другой стороны мы не можем получить d как образ чего-то приходящего из из гринейный форм ранга d минус 2 потому что сигнатура ограничена рангом мне кажется я как-то медленнее записывают мысли чем рассказываю последняя идея в том что это самый предпучок это формы витта это просто дискретный пучок который а один гомотопийский вариант поэтому поэтому противоречит на теперь это запишу а ну и потому что я сигнатура этой самой формы на двойных числах которые мы добавляем равна нулю поэтому а это мне может быть один гомотопий что 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 В общем, мы пользуемся один компетопической вариантностью групп Витта и тем, что наша диаграмма коммутирует добавление двойственных чисел и отправление в группу Витта. Вот. Значит, это отображение не может быть одинаковым. Окей? Понятно? Правда? Правда-правда? Вот. Но окей, это не повод расстраиваться, потому что можно слегка подправить это утверждение, чтобы оно стало все-таки верным. А именно… Можно посмотреть на подмножество или под стек в конечных… в алгебрах Эйнштейна ориентированных, которые мы называем… не знаю… изотропных алгебр… Вот. Где эта изотропность, это условие про то, что берем алгебры и ориентации такие, что ориентация единички равна нулю. То есть единичка – это изотропный вектор. Вот. И тогда все работает. Тогда это отображение… А, если смотреть… Ну, во-первых, его образ как раз будет в таких алгебрах. Вот. И там она уже будет… А, одинаковая способность. И обратной… В стоимости до 1-гомотопии отправляет алгебру ее ориентацию, мы берем ортогональное дополнение единички и убиваем простоносвобожденные единички. То есть за счет этого… Окей. И полинейную форму, которая… Да. Которая там осталась. Она… В общем, по условию, раз мы попросили, чтобы ориентация единички была нулю. Это имеет смысл, и эта форма будет невырожденной. И это самое R – это изотропное предпространство. Короче, только так это имеет смысл. А это условие, что фи от единицы равна нулю, она равна семь, потому что, кстати, соответствующая билленина форма изотропна? Или нет? Правда ли, что это то же самое, что фи от какого-то квадрата или нет? Аааа. Я хочу estudать. Я думаю, что да? Надо проверить. Я вообще скрещу. Ну, на двоих своих числах, например, у нас всегда это будет… Где там эта штука? Где там этот был мой примерчик? Короче, это всегда будет… Ааа, я его потеряла. Ладно. Сейчас. Вот. Ориентация всегда будет… There could be squares on which the form is non-zero. We are here only interested in the unit because we want to find this canonical copy of the dual numbers. So we kind of don't care that much about other elements. And I think that for things like r of x divided by x to the fifth, you have that the form on x square is non-zero. Ну, это OK. И мой вопрос вопрос, если, чтобы ты знаешь, что декорается мать квадрата квадрата с квадрата 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 в первую сторону В первую сторону это совершенно не так, Because we are in finite algebra, so for example, the square should be non-zero, you say. No, I mean, it's certainly not so, because phi is just a functional, and you can choose it from an open subset of the functionals, because you only want it to be non-degenerate. So there is plenty of space. I mean, you can assume that R is k, and this is still not true, and you can just write an example, I think, in one variable, it will be enough, so something like k of x divided by x to the m for some large enough m. And the phi of one is not zero. We have to choose phi, I think if you can choose phi, you can choose phi declaring that of one is non-zero, and of x to the m minus one is non-zero, that's enough for the non-degeneracy, phi. And then you can declare, say, phi of x square be zero. Okay. Okay. Я думала только про примеры с двойными числами и не додумала до степеней старше двух. До тройных чисел. Да. Степень абстракции слишком высокая. Хорошо. Короче, мне кажется, на двойных числах нельзя, а дальше, видимо, можно. А, я хотела доказать эту теорему, вот, единственное, наверное, что я докажу, вот, а потом скажу, какие аналоги работают, какие остальные что-то. Давайте попробуем доказать, очевидно, хорошо, значит, у нас есть два отображения, одно, одно что, одно добавляет двойные числа, а другое убивает, уберет ортогонал и убивает пространство с упражненной книжкой, то есть, ну, грубо говоря, находит в А копию двойных чисел и пытается ее убить. Вот. И, очевидно, что если мы сначала добавим и потом уберем, ничего не поменяется. То есть, вот это отображение. Композиция в одну сторону – это просто торжественное отображение, поэтому нам нужно просто доказать, что композиция в другую сторону, а один гомотоп на торжественном отображении. Мы это прям честно предъявим, а один гомотопия. Давайте возьмем алгебру из вот этих вот ориентированных изотропных ребят. И у нее есть, что нам помогает, что у нее есть естественная фильтрация. Вот. Мы можем в ней взять это ортогональное дополнение единички, и там еще внутри находится подпространство определенной единичкой. Вот. И вот. Это очень хорошо, что эта фильтрация, во-первых, есть, во-вторых, она, естественно, по всем таким алгебрам. И если у нас есть разрастающая фильтрация, мы можем посмотреть на соответствующую алгебру РИСа, которой я сейчас скажу, что это такое. Это алгебра над многочленами над А от одной переменной, создающаяся таким образом. Это такие многочлены над А, у которых свободный член живет в Р, это одно условие, а второе условие, что линейный коэффициент удовлетворяет тому, что ориентация на нем определяется. Вот. Нетрудно проверить, что это конечная плоская алгебра над многочленами над А. И чем она хороша? Она хороша тем, что она как раз и задает нам эту желанную А-1 гомотопию, потому что если в ней убить идеал Т-1, то мы получим снова А. А если убить идеал пораженный Т, то мы получим сумму кусочков фильтрации. То есть R плюс первую… Не могу это делать. Короче, градируемую сумму кусочка фильтрации. Вот. Поэтому если достаточно просто… Ну, это очень естественная конструкция, поэтому как только мы скажем, что там на ней за ориентация… Если мы дадим ей ориентацию, которая удовлетворяет желаемому условию, то как раз эта конструкция и даст нам один гомотопию. И… Окей, давайте построим на ней ориентацию. Вот. Мы… Окей, мы хотим коморфейзмом… Нет, линейное изображение многочленное. И оно… Я немножко запутался. А как это алгебра РИС, а вообще АТ алгебра? Это какие-то многочлены. Подожди, но наоборот же. В смысле… Многочлены на ней алгебры тогда получаются. Я вот тоже, мне кажется, не понял определение. Тебе нужно умножаться на многочлены и получить элемент алгебры РИСа. Ну, или просто отображать многочлены в эту алгебру. А у тебя здесь как бы какие-то условия, то есть не любой многочлен нужно отобразить. Это должно быть более рт алгебра. Да. А-а-а. 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 Да, да, да. А-а-а-а. Да. Хорошо, извините. Спасибо. Вот. Прикольно. Так вот, ориентацию. Мы будем отправлять многочлен в… Нет. То ли это, что я хочу сказать… Да, я хочу брать ориентацию почлена и поделить ее на Т квадрат. Потому что мы точно знаем, что ориентация обнуляется на свободном члене и на линейном пациенте. Поэтому… А еще я не понял, извините. То, что чуть выше про… Когда ты факторизуешь по Т-минус-1 и по Т, почему такие штуки получаются? Ты факторизуешь как… Как что? Как алгебра или… Как модуль? В смысле, ну это идеал… В смысле, если ты как идеал факторизуешь по буквке Т, то ты выбиваешь… А… Нет, нормально. Хорошо. В общем, я проверяла, честно, про факторизацию, она меня тоже всегда смущает, но если проверять, то она в итоге работает. Вот. И, окей, можно задать ориентацию, и радость в том, что соответствующая оболинейная форма будет невырежденной, потому что она была такой для исходной ориентации. И, в общем, все. Эта конструкция издает один гомотопию. Ну, то есть она задает изображение из этих ребяток в алгебре над прямой, которая дает один гомотопию. В смысле, там надо еще проверить пару свойств, но в целом в этом основная идея. И, кстати, можно теперь упростить эту конструкцию и таким же способом доказать теорему 1. То есть теорему 1 – это на самом деле просто упрощенная версия того, что тут происходит. Теорему 1 было про то, что SquareZeroExtension давала один гомотопию кулентность между векторами пространствами и алгебрами. Симплифаймис. Вот. Это вот этого промежуточного, усложняющего жизнь штуки. Вот. А так то же самое. Вот. И хорошо. Теперь, окей, мы доказали аналог терема 1, но вообще-то он другой, потому что тут какие-то эти самые возникли изотропные алгебры, а вовсе не все. Поэтому естественный вопрос. Помните, я вам говорила, что вторая терема про сравнение групповых пополнений, она, в принципе, морально следует из первой. Ну, там какие-то технические детали, но в целом идея работала. И раз у нас тут почему-то какие-то изотропные алгебры, можно было бы начать переживать, что ничего не работает теперь и что групповые пополнения разные. То есть, окей, более оптимистично задаваем вопрос. Будет ли работать сравнение групповых пополнений, несмотря на то, что вот у нас тут какие-то изотропные алгебры. И приятный ответ, что вообще-то, вообще-то да, все будет работать, просто доказательство не будет, ну, такое же доказательство не сработает. А именно, окей, я формулирую результат, но он просто аналогичен. Потому что, что мы уже обсуждали, что забывающее отображение будет таки давать одинаково на групповых пополнениях. Вот, и обратное. Обратное с точности до 1-гомотопии делает примерно следующее. Если у нас есть векторное пространство с билинейной формой, то мы хотим как бы добавить копию этих самых двойных чисел. И потом их же, сейчас, вычесть эти самые числа. Я не хотела вам рассказывать доказательства этой теоремы, потому что я, конечно, понимаю, что у вас очень много докладов на семинаре, вы, наверное, не очень помните то, что было год назад. Но год назад я уже рассказывала доказательства про это самое ограбление банка. И ровно его можно применить в этом случае. Ну, там будут какие-то технические детали, усложняющие его, но в целом идея та самая, которую я тогда рассказывала. То есть, это то доказательство, которое мы изначально придумали для ка-теории, а потом пришел Bird и сказал, что все должно быть проще. И как-то в итоге все это упростилось в это утверждение про Spore Zero Extension, которое более новое и которое, как вы видите, умеренно хорошо работает в случае реметрии ка-теории. Но то самое старое доказательство, то и работает. Я просто не хотела его еще раз рассказывать, потому что я-то помню, как это было. Даже если кто-то помню. Ну, в общем, proof as last time. Вот, там была картинка про ограбление банка. Я надеюсь, вы ее помните. Вот. Но как следствие, мы получаем, что из этой теории мы сразу следуем, что эрмитрия ка-теории с точки зрения спектра с трансферами оснащенными, и это просто настроечный спектр на ориентированных алгебрах Куренштейна. Вот. И это уже хорошо. Но, вообще-то, тут есть сразу естественный вопрос, на который у нас пока нет хорошего ответа. То есть у Дениски, кажется, есть какая-то идея, но мне она пока не очень нравится. Так что она недооформлена и как-то недостаточно хороша. В общем, может быть, вы что-то получше придумаете. А именно, что такое... Или мы еще обсудим что-нибудь получше придумать. Ну, пока, в общем, нет хорошего ответа на вопрос, что такое надстроечный спектр на неориентированных... Ой, на просто алгебрах Куренштейна. Если не брать ориентацию, что получится? Мы пока не знаем. Извини, пожалуйста. У меня немножко мозг сломался. О, хорошо. Вот, в первом доказательстве про К-теорию, про обычную, о которой ты рассказывала, там ты говорила, что плюс конструкцию F-flat можно описать, и там будет F-flat-бесконечность. Что такое F-flat-бесконечность? Почему мы стабилизируем? В этом случае? В эрмитовом случае? Нет, в обычном. А, мы добавляем... Даже в обычном сломался. ...ривиальную... Что там? Над схемой X ты добавляешь X? Ну, ты же предел-компонент берешь. Типа ты берешь предел-компонент степени D, все-все-все штуки степени D и предел по добавлению тривиальный, да? Погодите. Так, я делаю что? Все, я беру... Я начинаю с конечных плоских схем степени 0, то есть себя. Я добавляю... Если, короче, если база это, я не знаю, схема X, то я добавляю X, добавляю X, добавляю X и так далее. Понятно. Меня просто смущает, что не все порождено этим X, и поэтому это необычная штука, которая там, скажем, в плюс конструкции появляет в теореме Сигала. А, ну потому что... Ну вот он за толку финальный, или как там это называется? Да. Что ты всегда можешь что-то прибавить и получить тривиальное. Да, ну если хочешь, ты... Подожди, ну я пишу... Подожди. Почему я могу что-то прибавить и получить что-то тривиальное, если у меня есть схема, которая уже нетривиальная? Это... Плоская, конечно. Но у тебя... А ты с модулями понимаешь? Почему проективные модули слагаем свободно? Да. А тут не понимаю, подожди. Ну потому что у меня, ну если у меня есть какая-то нетривиальная алгебра, то как я ее не стабилизирую, она не станет тривиальной. Или я что-то неправильно понимаю. Сейчас погоди. А если бы я брала все конечные плоские алгебры и добавляла в себя много раз? Тебя смущает история про эти самые степени или нет? Просто если тебя напрягает этот крест-телескоп, я могу взять... эту штуку. Но, по-моему, тебя не это смущает. Типа КО-предел по всем? Да. Так можно тоже. Ну это не одно и то же в общем случае, но, к минимуму, на этих самых... Короче, локально это одно и то же. Нет, точно такую формулу можно написать и доказать, что там все равно и все работает. И я понимаю, меня смущает скорее то, что, ну типа действительно нет вроде как кофинальности. И поэтому непонятно почему, морально непонятно, почему такое должно быть верно. Я верю, что у вас-то все правильно написано. Ты хочешь... Подожди. А в чем отличие модуля и алгебры? Для тебя? Ну... Ахим, ты что-то хотел спросить? Я говорю, у вас есть вне унитазных алгебры. Я не очень... В общем, согласна своим вопросам. Потому что если я стяну умножение в ноль, то я окажусь в ней унитазных алгебр. Нет, 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 это наш шаг, у нас есть специальная дегенерация, которая остается университетом. Ну да. Да. Получается, что да, что, ну в общем я согласна с Вовой на самом деле, что какая-то магия. Потому что мы доказываем, что… Ну, короче, мораль в том, что утверждение о вычислении F-flat GP более магическое, чем вычисление про век GP, но не сильно более магическое. Да, да, я больше, что я с тобой согласна, что это менее очевидно. И оно, естественно, да, оно с точки зрения… Да, извини, что перебил тебя, ты просто совсем… Хорошо, я уже рада вашим вопросам, просто меня это тоже волнует теперь. Я про это, да, я про это думала, но как-то не очень… Сейчас, одну секунду, я просто в статью все-таки посмотрю, что мы на статью пишем. Одну секунду, мне прям стало любопытно. Да, спасибо, Вова, да, ты прав. Короче, если мы смотрим на этот самый такой квадратик… Где… Угу. 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 Короче, я не буду записывать, просто да, в общем, все, что вы сказали, правда, что мы на самом деле используем в этой эквивалентности то, что мы уже доказали, то, что есть эквивалентность на этих самых телескопах и то, что есть эквивалентность для векторных расслоений. И, в общем, да, в итоге получается для Фаннинсла. Но ты прав, это не очевидно. Окей? Понятно, спасибо. Вот. Да, я надеюсь, что на это время все подумали над открытым вопросом и что-нибудь придумали хорошее. Если вы что-нибудь интересное придумаете, расскажите нам. А я закончу тем, что скажу, что, окей, благодаря этому следствию и благодаря тому, что работа Тома достаточно универсальная, мы можем сказать тоже, что… Что у нас есть опять универсальная сетеверметика теории, в общем, используя следствия и работу Тома про теорема сокращений. Там у него теорема сокращений для конечных плоских трансферов. На самом деле, то, что он пишет, работает и для других трансферов, в частности, этих самых ориентированных перенштейна. И мы получаем, что у нас есть эквивалентность категорий, что там, семантичных, моноидальных, вот это все, между модулями над ферментовой теорией и теориями когомологии с трансферами относительно морфизмов конечных плоских, которые являются, в общем, относительными ориентированными морфизмами Горенштейна. То есть армитвака теория универсальная относительно таких трансферов. Вот. И в оставшиеся пять минут… Простите, что это такой длинный доклад. Я думала, я все это быстрее расскажу, но нет. Оставшиеся пять минут я расскажу эту самую большую картинку, которую пока что мы можем нарисовать, которая обобщает много лет работы нас и еще некоторых людей в аудитории. В общем, всех, кто когда-либо занимался оснащенными трансферами, из всех этих работ вместе получается, что у нас, в общем, можно написать основные мотивные теории когомологии, как надстроечные спектры, над разными стэками, а именно, что вот у нас есть забывающее отображение стэков или предпешков группоидов. Вот те, про которые мы сегодня говорили, это какие? Это, значит, у нас есть конечные плоские морфизмы, векторные расслоения. Из векторных расслоений логично взять степень и пойти просто в пучок целых чисел. А эти самые ребята получают, окей, забывающее отображение из ориентированных алгебр Куренштейна, где мы забываем про ориентацию. Вот, и также можно забывать про векторную, про биолинейную форму. А из биолинейных форм, в общем, аналог целых чисел будет пучок Гротендика Витта, неразветвленный, вот. Из него забывающее отображение в целые числа, это просто ранг формы. Вот. И, окей, есть еще несколько стэков, про которые мы сегодня не говорили, но я их уже допишу для красоты. Здесь забывающее отображение из стэка конечных плоских морфизмов локально полного пересечения, то есть finite symptomic. А тут можно взять их жену с ориентацией, то есть тривилизация определителя Кукасательного комплекса. И, наконец, забывающее отображение они оба получают из столько тех же самых ребят, только с тривилизацией Кукасательного комплекса, то есть с оснащением. Вот. И вот эти все стэки дают разные интересные мотивные спектры, а именно, окей, насчет забывающее отображение, индуцируют кольцевые отображения мотивных спектров. А именно, достаточно просто применить настроечный функтор, который уважается. Настроечные, которые помнят про трансферы, не просто необычные настроечные. Вот. И получить из этой картинки, в общем, это единичка. Это алгебраический кабардизм и ориентированный, сольориентированный алгебраический кабардизм. Это, значит, эффективная категория и эрмитовая категория. Это тот изоморфизм, про который мы говорили, что, поскольку у нас в точности до группового полонения есть один, поэтому тут эти два изоморфизма. И, наконец, тут мотивные когмологии и мотивные когмологии Милна Равитта. Вот. И на этой красивой картинке я закончу свою речь. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Прошу прощения, я тут не сначала слушал, потом скажу почему. А тут все афинное было в этой истории. И насколько это критично? А, нет, это не критично. Это просто проще объяснять, говоря афинным. А, это просто для простоты объяснения. Да-да-да, только для простоты изложения. Все-таки у вас есть какой-нибудь ответ на тот вопрос? Ты сказал, что у Дениса есть, но он тебе не нравится? Нет. Вот если бы Денис сделал доклад, он бы, может, что-нибудь и сказал. А я пока недовольна имеющимся предположением. Ну, в общем, что-то такое непонятное. Что-то оно должно жить между Q и Q, да? В общем, у меня нет ответа. Но мы еще будем про это думать. И я предлагаю всем тоже подумать. Потому что вопрос довольно естественный, мне кажется. Может, как раз один из других функторов Панкере нужно взять, структуру Панкере другую взять. Это было бы очень хорошо. Да, это было бы прекрасно, если бы так было, мы пока не знаем. Ну, это точно не Q, потому что у него нет трансферов без ориентации. Но это может быть кожель. Вполне может быть кожель. Может статься, что… Я даже напишу это, потому что это вполне вероятно. И тогда это будет скучно. Да, было бы скучно. Да. На какие вопросы я должна была подумать? Леша… Леша чего-то… Подожди, Леша… Да. Кто-то из вас… А, Вова… Предложил нам подумать про другие функторы. Кто еще что… Я что-то упустила? Что осталось неотвеченным? Расскажи. Я бы не воспринимал мои вопросы настолько серьезно. Нет. Это не… Это просто как это… Мы не думали всерьез про это. Так что нужно подумать. Скажите, я забыла что-нибудь? Ладно. Кто-нибудь остался? Нет. Улетворен. Может, Йохим хочет что-нибудь добавить? Нет, я думаю. Слушай, у меня еще такой вопрос. А у вас для этих штук есть локализация? В смысле, вы можете над базой доказать… Что? Ну, поскольку мы пока не умеем в характеристики 2 работать, то я не очень знаю… А, блин. Ну да. Но когда научимся, то подумаем. Не, ну а для котеории? А, мы умеем… Сейчас, вот эту штуку… Короче, вот это… Верно над полем и для базы, которая гладкая над полем, но не общей базой. А, кстати, кстати, что забавно, что для большого брата то, что эта штука – это вот такая вещь, верно, в общем случае, над любой. Ну, потому что то же самое для векторных ослоений. То есть, мы знаем… Окей, если сюда записать вект… Просто… Мы знаем, что кожель – это вот эта штука, там, где кожель удовлетворяет pullback… В смысле, как это… Где он, pullback-чется. То есть, мы не знаем этого в общем случае, но знаем для каких-то там… Regular refilled, как Марк пишет. Ну, грубо говоря, что-то там… Понятно, да. Вот, а для большого кожеля это всегда верно, если обратить боту. Так и тут. Понятно. Добро пожаловать. …